Перестать верить словам, перестать верить каким-то формулировкам, концепциям, идеям. Когда внимание в настоящем, оно крепко держится, всё ненужное само отпадает. Но из-за того, что мир так устроен, что большинство людей спят, люди думают, что они сошли с ума. Это даст освобождение от чего-то тяжёлого. Это уже даст облегчение. И из-за этого можно уже идти дальше. Дима, скажи, пожалуйста, что такое просветление и как его достичь? Просветление — это такой обширный термин, под ним много чего подразумевают, много мифов об этом. И то, что я могу сделать, я могу обозначить своё видение на это слово. То, как я вижу слово «просветление», я бы обозначил сначала термин пробуждения, сначала внимание нужно проснуться, собрать внимание в настоящем и проснуться. А затем, если мы уже говорим о просветлении, это можно представить такую пирамидку. То есть мы всегда где-то здесь играем, играем, играем. Когда внимание проходит точку, точку смерти, то есть точку разотождествления, отсутствие влипания в что-то, это вот такое, скажем так, новое рождение. И затем идёт такой разворот. То есть это разворот внимания в бесконечность, бесконечный процесс расцветания жизни, празднования жизни из настоящего. Сначала внимание собирается в настоящее, а затем оно бесконечно наслаждается происходящим, тем, что происходит. И это празднование жизни. Можно провести аналогию просветления и празднования жизни. Часто люди попадают в это состояние, но не знают, как в нём остаться. Оставаясь умея не активизировать ум, не терять внимание в мышлении, человек может просто быть настоящим. И тогда он наслаждается, проживая то, что есть. Ничего не желая, никуда не отвлекаясь, а тотально растворяется в том, что есть в происходящем. Праздник жизни, просветление, праздник жизни, празднование жизни. Сама жизнь появляется. Поскольку то, где люди в основном находятся, 98% людей — это сон. Они спят в своих мыслях, знают только мысли, знают только себя как человека. А здесь происходит разворот, разотождествление с чешуйкой такой, как бабочка. Сначала она знает только кокон, затем она освобождается. Ты освобождаешься от мыслей, становишься свободным. И затем вот такая жизнь, абсолютно другая жизнь, абсолютно свежая, в каждый момент новая, чистая и исполнена любви. Вот она, жизнь свободного человека, реализованного, просветлённого. И это очень красиво. Это могут все. Это есть потребность в этом у каждого. Каждый этого желает. Но ходит, где-то он ищет там это, ищет здесь, вот где-то, где-то там. А я говорю, что это здесь, внутри тебя. А внутри тебя, это и вот то, что прямо здесь и прямо сейчас происходит. Достаточно оставаться в том, что происходит, и пробуждение случается само, а затем, как постфактум, просветление, вот пребывание в этом, просветлённое бытие. Жизнь, которая свободна от помехи от кого-то, кто её якобы проживает. Жизнь, которая проживает себя сама и празднует себя сама, без каких-либо преград. Может ли человек достичь просветления, при этом не делая никаких духовных практик, никаких техник, то есть ничем не занимаясь, а просто вести обычный образ жизни и в момент испытать просветление? Да, опыт может быть. И этот опыт случается с людьми, когда они тотально отдаются чему-то. У одного моего знакомого этот опыт случился из-за того, что он очень сильно отдавался своей работе, и затем он просто настолько напрягся, настолько ему уже было тяжело в том, что он создал вокруг себя, что он попал в больницу, и там у него тотальная сдача. Он просто сдался докторам, сдался всему. Он вот то, что я называю, умер. Он заново родился, раз отождествился, себя, как чистое внимание, раз отождествил с тем, что вокруг. И произошел этот опыт. Он говорит, я вышел на улицу, я впервые услышал, как поют птицы, я впервые так глубоко вдохнул грудью, почувствовал, что я живой. Говорит, я ожил. И дальше пошел процесс оттачивания мастерства, быть в этом, не вестись на уловке ума. Ум очень ловко, вот этот механизм засыпания, который есть в этом мире, вот как это тело, вот это очень такой ловкий механизм засыпания, который легко фальсифицирует чистое видение жизни, легко дает состояние, человек где-то теряется. Поэтому вот дальше имеет место быть помощь. То есть опыт случился, но чтобы пробуждение закрепилось, чтобы оно было постоянно, чаще всего, лучше всего помогает помощь кого-то, кто уже этот путь прошел. Можно математику изучать интуитивно, а можно обратиться к учителю. И это будет гораздо быстрее и эффективнее. Я здесь вот как так называемый учитель, который прошел это, который видит это, распознает в моменте, я вижу эти все уловки, и вот могу помочь человеку оставаться в этом или вернуться в это, если он думает, что он это потерял, если поверил в что-то другое и поверил, что состояние просветления ушло, заигрался где-то. Я вот возвращаю настоящее людей. Это ценно. Также у людей может спонтанное пробуждение случиться. чаще всего через боль, через когда уже невыносимо. И многие это путают, что я сошел с ума. То есть здесь очень ценно вот эта работа, которую тайны жизни делают, это отдавать людям информацию. Когда есть информация о таком термине просветления, тогда станет меньше сумасшедших в лечебницах, поскольку многие просто выходят, разотождествляются, и затем просто мир, где они находятся, не приспособлен, и он их делает неправильными, сумасшедшими, сошедшими с ума. Вдумайся в смысл слова. Сойти с ума. Это же прекрасно. Это освободиться, это начать жить, проснуться. Но из-за того, что мир так устроен, что большинство людей спят, люди думают, что они сошли с ума. Ну, им так навязывают. И они, если это пробуждение, опыт не был достаточно сильным, в это начинают верить. И вот здесь может начаться вот лечение какое-то, начинают лечить от чего-то и закручивают, и такое усугубление идёт. Но всё имеет место быть в этом микрософтом мире, в разнообразии. И это очень красиво наблюдать, когда всё больше и больше информации про это появляется, всё больше и больше людей, которые говорят об этом, которые дают дельные советы, которые реально помогают. И мир становится всё более чистым, красивым, просыпается. Сейчас вот у нас такой период на планете, это как весна. Вот просыпается всё после зимней спячки, вот этот период пробуждения, когда люди начинают просыпаться. И вот то, что мы делаем, это вот солнышко, водичка, чтобы цветы произрастали. Семя уже у всех есть. Дать чистые знания, это дать чистую воду. Я вот чувствую миссию вот этого, что здесь есть, то, что люди могут назвать Димой, это вот дать чистую воду для того, чтобы семя проснулось. Свет уже есть, чистая вода знаний, и семя просыпается. Человек пробуждается, и дальше он растёт, светёт, и вода в этом способствует, помогает. Затем, когда корни глубокие, они уже знают сами воду, сами находят воду в том, где они есть. Чистые знания люди находят в том, где они пребывают. Просыпается, скажем так, внутренний учитель. Всё. Выпускник. Я это называю ангел. Человек со свободным вниманием, который светится и излучает свет свободы, чистоты и любви. Это очень красиво. Скажи, пожалуйста, как отличить голос совести от голоса эго? То есть, как понимаешь, что я поступаю по совести, да, и не так, как хочет моё эго и вот говорит мне… Смотри, уже в формулировке вопроса было допущено ошибочное осуждение. Давай его сразу устраним. Голос внутренний это ни в коем случае не слова. Если тебе приходят какие-то слова, реальная какая-то фраза, это то, что тебя пытается усыпить. То, что является истинным, голос Бога, это тишина. Это глубинные ощущения. Что-то внутри точно знает, что мне нужно это сделать. Я не доверяю этому внутри. Я по привычке слушаю голос в голове и отвлекаюсь. То, что я предлагаю перестать верить словам, перестать верить вот каким-то формулировкам, концепциям, идеям. Выйти из этих концепций, переместить внимание в глубокое ощущение себя и оставаться в нём. Укрепиться, и тогда не будет сомнений. Когда ты до конца доверяешь своей душе, своей интуиции, вот чувствованию, как правильно, тогда не будет сомнений. Если ты где-то отвлекаешься на сомнения, ты надуваешь этот шарик и уходишь не в ту сторону. Я здесь как маячок, чтобы вернуть, срезонировать с настоящим. Когда внимание в настоящем, ты чувствуешь, и у тебя нет сомнений. Когда внимание рассыпается, а это происходит настолько тонко, настолько плавный переход между белым и чёрным, он настолько серый и плавный, что ты не замечаешь, как начинаешь быть в уме. Поэтому очень ценно тренировать. И вначале это постоянная практика, чтобы постоянно выходить реально в отсутствие мыслей, реальное присутствие вот здесь и чувствовать это. В чувствовании. Не в мыслях об этом, а прямо сейчас, в ощущениях этого. Вот это является ключевым. И дальше всё просто. Нет сомнений, ты делаешь правильно. И интересный момент ещё, когда ты слушаешь отклик, вот внутренний, ты прям чувствуешь, что это твоё. А затем результат может у тебя опять же привлечь сомнение. Чаще всего, когда ты слушаешь отклик, не сразу всё разворачивается. Ты с перспективы, вот хочу сразу, это да или нет, ты сразу якобы должен понять, это не работает. Чаще, когда ты слушаешь свой отклик, всё получается не так, как ты хотел. Но затем тотально это разворачивается, что-то очень красивое и большое. И люди, которые до конца остаются внимательны, принимают то, что им жизнь даёт, без оценок, а тотально принимают, говорят всему да. Не оценивать, хорошо, это да, плохо, нет-нет-нет, уходи. А тотально до конца верят вот этому отклику, тогда всё разворачивается, тогда сомнения уходят. Поэтому будьте внимательны до конца и не слушайте мысли, концепции, идеи. Действуйте, как вы чувствуете, из чувствования. Тогда заблуждений не будет, тогда и сомнений не будет, тогда сам вопрос не сформируется, не будет веры в того, кто спрашивает. Поэтому и такой ответ, я просто не верю в того, кто спрашивает. Это вот ум, он спрашивает, он всегда что-то пытается. А можно не верить, вот свободно его раскрывать, растворять. То есть я просто растворил твой вопрос. Я не ответил, я убрал вопрос. И это является, можно сказать, ответом. Но я не дал какой-то информации, я дал почувствовать. Вот так это ответ. А по-другому, это просто даётся другая концепция. Потом человек, вот тот сказал вот так, и я хожу с этой концепцией. Поэтому я также говорю не верить этим словам, а чувствовать то, откуда они звучат, распознавать это в себе и действовать из этого внутреннего чувствования. Тогда всё будет прекрасно. Скажи, пожалуйста, можно ли достичь просветления, не попадая в больницу и в принципе не переживая какой-то негативный образ, не доводя себя до этого, не провоцируя ничего плохого. А в моменте, когда обычная жизнь, всё вроде бы нормально, и что человеку нужно сделать для того, чтобы испытать вот это вот чувство просветления. ну, в принципе, мы с тобой об этом всё время и говорим. Я всё время на это указываю. Это как такой ответ на все вопросы. Это даёт решение всех проблем. Пребывание, внимание в настоящем. Как можно больше помещать свой ум в то, что происходит, резонировать с реальностью. Когда внимание в реальности, тогда всё ненужное отпадает. это как листва, которое было, она отпадает. Когда вот плоды созрели, они отпадают. То есть это как учителя. Вот это то, что нас отвлекает, это наши учителя. Когда внимание в настоящем, эти учителя уходят. Вся отрицательная, негативная структура, которая нас смогла обволакивать, она просто отпадает из-за ненадобности. Как у птенца, когда шкарлупань надо, она падает. Но птенец должен вырасти. Внимание должно укрепиться в настоящем. Когда внимание в настоящем, оно крепко держится, всё ненужное само отпадает. Волшебным образом, через людей, через как угодно. Пути неисповедимы, вот как угодно, оно всё само отпадает. Поэтому самое ценное — держать внимание в том, что происходит. Только из-за того, что всё внимание тотально здесь, вот в этом разговоре, вот этот разговор является ценным, он важен, он несёт в себе что-то иное, кроме понимания знаний. Он даёт ещё ощущения какие-то. Вот если слушать это ощущение, распознать его в себе и держать вот в этом ощущении настоящего, научиться быть в реальности. Медитация об этом, все духовные практики об этом. Но можно в них как-то заигрываться по-другому. Использовать медитацию для того, чтобы в бизнесе наладилось. Использовать йогу для того, чтобы стать страннее. То есть люди играют в это, и это хорошо. То есть каждый играет в что хочет. Я предлагаю использовать молоток для того, чтобы забить гвоздь, а не для того, чтобы кого-то ударить или камень разбить, или себя по пальцу стукнуть. То есть есть молоток, и у него есть предназначение забить гвоздь. Медитация, её предназначение вернуть внимание в настоящее и освободиться от всего, что отвлекает быть настоящим. Как люди используют, это уже их выбор. Я даю возможность, даю знание о том, для чего нужен молоток. Ну и даю молоток, у кого нет. А вот забить гвоздь, это уже дело человека. Насколько я был убедителен, насколько человек доверился. Дальше вот этот синтез, и происходит цветочек. Синтез воды, синтез зёрнышка, земли, и произрастает новое создание, новое существо. Это очень красиво. Если говорить более простыми словами, какие действия может делать обычный человек, который не занимается духовными практиками и в принципе не очень вникает в тему медитации или каких-либо техник, что он может делать уже сейчас, находясь в материальном мире, какое-то физическое действие, что может ему приблизиться к опыту просветления или же испытать его? Наблюдение за мышлением, это первое. Если не получается полностью наблюдать за мыслями, можно научиться, это самый-самый такой начальный этап, который всем подойдёт, замещать плохие мысли хорошими, памятовать о том, что нужно их заменять, замещать, не думать о плохом, не делать плохих поступков. Нам всегда это с детства говорят, поступай вот по совести, слушай свою совесть, можно вот так сказать. Это даст освобождение от чего-то тяжёлого, это уже даст облегчение. И из этого можно вот уже идти дальше. То есть основное, что держит людей, это груз негатива. Чтобы убрать этот негатив, мы его замещаем на положительное. Начать говорить хорошие вещи, хорошие аффирмации, вначале это хороший инструмент. Говорить положительные вещи, делать хорошие дела, желать всем добра. и параллельно с этим развивать навык внимательности, навык присутствия в настоящем. Как инструмент — это медитация. Медитация — это не обязательно сидеть, где-то там отлетать. Это тоже такой вид сна. Можно где-то там полетать в прошлых жизнях или где-то ещё, но это не даст практического. Это не укрепит внимание в настоящем. А самое ценное — это внимание в настоящем. Это основа. Поэтому развивайте основу, фокусируясь на том, что происходит. Если уже замещение мыслей происходит, когда вы положительный человек, дальше стоит находиться в настоящем, распознавать себя присутствующим в жизни. Себя как присутствие. Распознавать себя. Много всего происходит, но можно распознавать вот чувствование «я есть». «Я есть» — это основа. Когда внимание это распознаёт, тогда у него есть возможность слиться с этим. И дальше вот то, о чём мы говорили, пробуждение и дальше просветление. Поэтому вот управление вниманием. Замещение, перенаправление на себя, на присутствие. Всё. То есть это просто. Ну, много всяких таких тонких, изворотливых вещей, которые отвлекают. Там и близкий, и там комар сел, там что-то почухалось, там то-то-то-то-то. Поэтому нужно вначале быть настойчивым. Вначале, если ты начинаешь практиковать, сто процентов у тебя не будет получаться вначале. Я предупреждаю. Когда ты предупреждён, значит, ты сможешь пройти это. Проходя это, ты поймёшь то, о чём я говорю. Поэтому вот ценно довериться и быть настойчивым, убрать сомнения, знать, что они будут. Сомнения сто процентов придут. Сразу же, уже после просмотра, может что-то отвлекать, что-то куда-то рассеивать. Здесь так устроено, что всё направлено на то, чтобы ты спал. Есть механизм ума, механизм засыпания. И есть возможность проснуться. Я здесь эту возможность даю. Кто готов, тот слышит, начинает делать, настойчиво делать, доверяется и просыпается. Кто хочет поиграть, он наигрывается, но рано или поздно каждый к этому приходит. Поскольку это и есть истинное предназначение человека, проснуться, начать жить. И всё для этого дано. Я знаю, что ты хочешь быть счастливым и свободным. Общаясь с тысячами людей, я вижу, что то состояние, которое я им передаю, оно не может у них укрепиться, поскольку нужна практика. Нужно развить внимательность, расслабить тело и открыть своё сердце. Именно поэтому я сделал курс из трёх частей. В первом мы раскрываем сердце и чувствуем любовь к себе, к миру и расслабляемся, наслаждаемся жизнью. Второе – это работа с телом. Мы работаем полностью со всем телом, расслабляем его, гармонизируем энергии. И тогда, к примеру, когда ты после бани имеешь полностью расслабленное тело, вспомни, может ли тебя что-то задеть. Нет, ты тотально в настоящем. Ну и чтобы укрепляться в настоящем, есть третья, не менее важная ступень. Это внимательность в настоящем. Благодаря каждодневной практике мы отточим твою мышцу осознанности, и ты сможешь присутствовать в жизни. Переходи на мой сайт, сделай себе подарок. Начни проживать полностью жизнь, чувствуя, любя, осознавая. Субтитры создавал DimaTorzok